Доброе утро, дорогие! Именно об этой выставке, которая проходит в Перми уже в седьмой раз, мы поговорим с ее директором Сергеем Козуком. Доброе утро, Сергей Александрович! Здравствуйте! Итак, у вас сегодня в полдень начинаются грандиозные события, очень красивые, и вы приглашаете пермяков посмотреть на что в первую очередь? Вы уже сказали, что мы в седьмой раз проводим эти выставки, каждый раз мы пытаемся найти что-то интересное, найти какой-то новый сюрприз для гостей, тем более для посетителей выставок. В этом году, этот год не стал исключением, но в частности выставка теперь называется, очень известная и популярная среди пермяков, интерьерная, называется «Интерьер-декор-мебель». Мы к ней добавили мебельную составляющую и уверены, что теперь она станет еще более интересной, красочной и зрелищей. Затем мы дополнили ее еще и таким интересным мероприятием, как «Интерьер-шоу». Что же это такое? Мы предложили пермским компаниям, занимающимся отделочными материалами, дизайн-студиям проектным и интерьерным, а также отдельным пермским дизайнерам, порассуждать на тему грани любви. Грани любви – это поцелуи, страсть, ревность, расставание, ожидание и так далее. Человеческие отношения, весь спектр. Но каким же образом? Порассуждать теми средствами, которыми они владеют. Вылилось это именно в галерею или экспозицию жилых интерьеров, именно о тех аспектах, о которых я говорил. Мне кажется, очень интересно пройти по ней, и можно, кстати, ощутить те тенденции развития жилого дизайна, именно пройдя по этой галерее интерьеров. То есть там еще и актуальные, скажем так, размышления дизайнеров на тему дизайна нужного людям. Ну, конечно. Даже вот таким образом. Если говорить об участниках выставки, из каких городов они приедут и что собираются предложить пермикам? В этом году более 200 экспонентов принимают участие в выставках из Перми, из других городов России. Что же интересного они предлагают нам? Ну, мне кажется, знаете, те темы, о которых мы сейчас говорим, и те компании, которые занимаются этой тематикой, всегда останутся актуальными и вечными. Потому что они рассказывают и своими экспонатами нам подтверждают, что это та тема, которая всегда актуальна. Это городская квартира и это загородный дом. Это те помещения, где мы находимся ежедневно. И несмотря на сезон или несмотря на столетие, она всегда останется интересной. Поэтому и их экспонаты, которые посетители увидят на выставках, безусловно, их поразят. Ну, я знаю, что кроме экспонатов и того, что можно присмотреть и купить на выставке, будет еще и действо. Причем не одно, а несколько. Кто в этом году будет представлять свои творения на соцзрителей и какие конкурсы проекты? Об этой теме вообще можно говорить долго, потому что очень обширная деловая программа, разработанная к этим выставкам. Начну с конкурса флористов, который проводит национальная гильдия флористов из Москвы. Она посвящена в этом году 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. Очень интересно будет посмотреть, как цветами можно отобразить чеховскую тему. Без сомнения. Есть еще и конкурс ландшафтного дизайна «Зеленый бархат». Параллельно проводится конкурс ландшафтного дизайна, и он тоже называется «Вишневый сад». И тоже, понятно, отсылает к чеховскому времени. Ну и, наконец, уральский фестиваль архитектуры и дизайна пройдет снова. Ну, это одно из самых мощных событий. Проходит уже не в первый раз. В рамках этой выставки пройдет награждение лауреатов этого конкурса. Приезжают невероятные жюри на все конкурсы из Москвы, из Голландии, из Италии. Они будут проводить, члены из жюри, мастер-классы, показательные выступления. Ну, давайте не будем раскрывать всех секретов. Главное, скажем о том, что сегодня в 12 все начинается, а продолжится до воскресенья, по воскресенью включительно. Воскресенье включительно. Спасибо, Сергей Александрович. Вам удачи и успехов, разумеется, в этой выставке. А вам, уважаемый, напоминаю, что в гостях у нас был Сергей Козлук, директор выставок «Интерьер, декор, мебель» и «Загородный дом, ландшафтный дизайн». Приходите и украшайте свое жилище.